Здравствуйте, уважаемые слушатели! Тема нашей сегодняшней лекции – вывихи в суставах. Вывих – это нарушение конкурентности суставной поверхности костей, как с нарушением целостности суставной капсулы, так и без нарушения, под действием механических сил, травм, либо деструктивных процессов суставов, таких как артрозы, артриты. По механизмам возникновения вывихи делятся на несколько подтипов. Травматический вывих – это смещение суставных концов костей под воздействием механической силы, ведущей к полному или частичному нарушению их конкурентности. Травматические вывихи в большинстве случаев происходят под влиянием непрямой травмы, когда место приложения силы отдалено от повреждающего сустава. Например, при падении на кисть, вытянутой руки, происходит вывих в плечевом суставе. Причиной травматического вывиха может быть, как резкое сокращение мышц, вызывающее движение, выходящее за пределы нормальной подвижности данного сустава. Например, вывих нижней челюсти при чрезмерном открывании рта. Значительно реже возникают вывихи от прямой травмы – удар в область сустава. У детей в возрасте от 1 года до 3 лет наблюдаются так называемые вывихи от вытягивания, возникающие в суставах, чаще всего плечевым и локтевым, от рискового рывка ребенка за руку. Когда его ведут за ручку, и он оступился. Привычными их возникают плечевые суставы, при котором смещение плечевой кости перед или назад от суставов падения лопатки происходит без адекватной травмы при движениях, связанных с отведением и наружной ротации руки. Это может происходить во сне, при неловких движениях поседневной жизни. При активных занятиях спортом частота вывихов увеличивается. Пациент устраняет такие вывихи самостоятельно определенным движением. Патологический вывих возникает в суставах обычного в результате разрушения суставных поверхностей в секции различных заболеваний. Паралитический вывих – это патологический вывих, возникающий вследствие паралича одной группы мышц конечностей, дающего перевес к группе мышц антагонистов. Эти вывихи возникают без заметного приложения внешней силы, как бы самопроизвольно, например, во время ходьбы, поворачивания постелей и т.д. По времени возникновения вывихи делятся на свежий вывих, когда давность травмы менее трех суток, без свежий вывих, когда давность травмы превалирует от трех суток до трех недель, из-за старения их, если давность травмы свыше трех недель. По отношению к целостности кожных покровов вывихи делятся на открытые вывихи, если имеется повреждение кожных покровов в виде ран в области вывихнутого сустава, и на закрытые вывихи, если кожные покрови целые. Также выделяют невправильный вывих, это вывих, который осложнился интерпозициями мягких тканей между сочиняющимися костями, а также застреливый вывих. Осложненный вывих – это вывих, который сопровождается осложнениями. В клинике травматических вывихов наиболее характерным является симптом деформации, который прежде всего зависит от смещения суставного конца вывихнутого сегмента. Сустав теряет свою нормальную форму, и при наружном сравнительном осмотре отмечается сглаживание его контуров, появление необычных выступов или углублений. При вывихе конечность принимает вынужденное положение. Ось и длина ее меняются, она становится пассивной. Как вы видите на картине, для каждого типа вывиха характерно свое вынужденное положение. Пассивное приведение или отведение вывихнутой конечности встречает характерное сопротивление. Этот признак называется симптомом пружинничества сопротивления, и для травматических вывихов является патогномичным. Активные движения, как правило, отсутствуют, пассивные, резко ограниченные и болезненные. К относительным клиническим признакам вывиха относятся те признаки, которые могут встречаться и при других повреждениях, такие как боль, отек мягких тканей, нарушение функций конечности, кровопотеки, садуны. Эпифизорис – это травматическое повреждение хрящевой ткани в области соединения метафиза трубчатой кости с эпифизом. Возникает в детском возрасте до закрытия ростковых зон. В медицине болезнь еще называют переломом Солтера Харриса, по двум авторам, описавшим виды патологии. Внутрисуставной перелом – это перелом, линия излома которого полностью либо частично располагается в полости сустава. Разрывы связок – это нарушение целостности связки в результате травмы, может быть полным или частичным, возникает в результате приложения силы, превышающей прочность связки. При внутрисуставных переломах метафиза трубчатых костей, верхних или нижних конечностей, определяется увеличение объема сустава за счет гемортроза и отека мягких тканей. Также может определяться деформация, но не такая выраженная, как при вывихе. Не определяется симптом прижимчества сопротивления и вынужденной положенной конечности. На рембинограмме можно увидеть линию перелома, при этом общая комплектность суставной поверхности будет сохранена. Наиболее часто проводят дифференциальную диагностику с разрывами связок коленного сустава, выявляют специальные клинические и рембинологические тесты на разрывы связок, например тест Лахмана, переднего и заднего буддизма ящика, варус и вальвы стресс тесты. Основной рембинологический симптом вывиха сказывается в том, что суставные поверхности не прилегают друг к другу. Нормальные пространственные взаимоотношения между главными элементами сустава суставной головкой и впадиной нарушены. Суставная впадина представляется на снимке запустившей, а головка сустава кости расположена в стороне от впадины. По рембинограмме необходимо не только константировать факт вывиха, но и в точности указать направление смещения. Только исследование по крайней мере в двух проекциях дает истинное представление о направлении смещения. На рембинограмме мы можем определить только косвенные признаки разрыва связок. Для этого часто выполняют специальные функциональные пробы или тесты. Например, для определения разрыва внутренней или наружно-боковой связок коленного сустава используют варусь и валевую стресс-пробы. При внутрисуставных переломах на рембинограмме линия перелома находится в области метаэпифиза трубчатых костей и проходит на суставную поверхность. Перелом может быть как со смещением костных отливков, так же и без смещения. Как известно, основным методом лечения вывиха является вправление. При вправлении свежих, закрытых вывихов в малых по размеру суставах, как межфаланговых, пясенфаланговых суставах стопы, наиболее чаще применяется местная фильтративная анестезия, растворовного локаина. При вправлении же вывиха в крупных суставах применяют общую анестезию. В большинстве случаев это внутривенный наркоз или рауш-наркоз. При открытых и не свежих вывихах также применяют внутривенный наркоз. При вправлении вывиха в тазобедовом суставах чаще используют региональные анестезии, такие как спинновозговая анестезия, либо эпидуразная анестезия. Бетоника вправления вывиха плеча по коферу выполняют четыре последних приема с верхней коночностью, как показано на рисунке. Предплечье сгибают под прямым углом, оттягивают к низу и приводят к туловищу. Затем предплечье предельно поворачивают к зааде с одновременной ротацией плеча кнаружи. Прижаты к туловищу локтевой сустав смещают к переде и к верху. Затем предплечье перемещают в противоположную сторону, помещая кисть в поврежденной конечности на здоровое надплечье и одновременно ротируя вывихнутое плечо. Вправление головки плечевой кости сустав определяется по характерному шельчку и по восстановлению движений сустава. Методика вправления по джамелидзе. Под спинномозговой анестезией больной укладывает на перевязочный стол со свободной слесающей поврежденной ногой и удерживает в таком положении около 20 минут. За это время обычно достигается необходимого расслабления мышц конечностей. Затем врач своим коленом с силой давит на согнутую голень больного, слегка отводя ее кнаружи. Характерный шелчок и восстановление движений в тазобедровом суставе свидетельствует о вправлении вывиха. Методика вправления вывиха плеча по гиппократу. Больного укладывает на пол. Хирург поднимает вывихнутую руку и осуществляет ее вытяжение. Одновременно упирается пяткой своей ноги под мышечную ямку больного. Также характерный шелчок и восстановление движений плечевым суставе свидетельствует о вправлении вывиха. Методика вправления вывиха плеча по мухину моту. В сидящем положении больного накладывает петлю из простыни или полотенца на вывихнутую конечность в областях от плеча и подмышечной ямки. Помощник за эту петлю осуществляет противоупор, а хирург производит вытяжение конечности с легкими ротационными движениями. Со временем происходит вправление вывиха. После успешного вправления вывиха осуществляете мобилизацию конечности на срок до одного месяца. Если бы произошло в плечевом суставе, это производится целью предупреждения повторного вывиха. Для этого используют различные гипсовые повязки, могут использовать ортопедическую повязку безо. Фиксация движения конечности может осуществляться скелетным вытяжением также до одного месяца с целью предупреждения развития асептического некроза головки бедренной кости. При длительной иммобилизации суставов после вправления вывиха чаще всего развивается контрактура. Решающее значение восстановления функций сустава имеет лечебная физкультура и разработка движений в суставе при помощи механотерапии. Также применяют различные виды физиотерапии для растяжения расслабленности, связок и мышц окружающих сустав. Для проведения механотерапии в наше время чаще всего используют специальные аппараты, такие как артромот. Побреждения, вызывающие вывих, оказывают влияние и на окружающие ткани. Обычно наблюдается полный или частичный разрыв капсулы сустава, о чем необходимо помнить при иммобилизации после вправления вывиха. Конечность должна быть установлена так, чтобы обеспечить равномерное напряжение всех отделов капсулы при заживлении разрыва. Повреждения связок постоянно происходят при травматических вывихах в любом суставе, а вот полный разрыв связок, чаще это наблюдается в блоковидных суставах, вызывает боковое смещение вывихнутого сегмента и чрезвычайно затрудняет последующее вправление вывиха и восстановление объема движений суставы. Еще одним серьезным осложнением при вывихах является давление или разрыв крупного кровеносного сослея в месте травмы. Это очень опасно в плане возможностей наступления большой кровопотери, не всегда распознаваемой вовремя. Такое осложнение вывиха, как повреждение нервных столов, проходящих в зоне травмы, также очень неблагоприятно влияет на двигательную функцию конечностей. Степень нарушения может быть разной, от ушиба до полного анатомического перерыва нервного ствола с выпадением функций соответствующего сегмента. Нередким осложнением, сопровождающим вывихи, является повреждение кости с краевыми переломами в зонах прикрепления связок и мышц. Такие переломы вывихи должны быть своевременно выявлены путем проведения рентгенографии сустава до вправления вывиха, ведь наличие перелома коренным образом меняет тактику лечения. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...